25 мая 2024 год. Ребятки, как-то консервы начали вскрываться. Я обратил внимание, наверное, даже из-за этого и решил запись сделать. Вот какой консервы. Это ребята, которые раньше притворялись в медиапространстве. Что они вот такие проукраинские и либеральные. Я обычно говорю, это сейчас речь идет о тех, кто из-за рубежа. Либо сбежавшие россияне из России, либо какие-то там белорусы. Конкретный пример. Чего я никак не ожидал от Ходорковского услышать, что Украина проиграла уже войну, у нас меньше населения, Харьков мы в конце года сдадим, Одессу в следующем году сдадим. Ходорковский это человек, который... Вот у меня есть афоризм. Россия будет первой страной мира, которую съела моль. Я вам клянусь, он этот мой афоризм ставил у себя в твиттере. Ну не без ссылки на меня, ну просто его цитировал. То есть и сейчас этот человек, который такими же, видимо, раз он это ставит и говорит, у меня там улыбнуло это. То есть он руководствовался такими отношениями к России, к моле, к Путину в смысле. И сейчас он говорит о том, что Украина... То есть это на третьем году войны, он только понял, что у Украины население меньше, вооружение меньше. О чем, блин, ну вот этот спич был. И он не один такой. То есть у нас тут одновременно вылезли там белорусы, которые говорят, а мы вот там... Даже не то, что они, они цитируют тех людей, которые говорят о том, что... А мы там съездили в Украину и нам сказали, что хотят примирения. В Украине, блин, 30 миллионов, блин. Конечно, кто-то хочет примирения, кто-то сдреснул через ТИСу, а кто-то, блин, я не знаю чего. Конечно, если тебе есть задача, блин, найти человека, который хочет прямо сейчас сложить плапки, блин, и сдаться, блин, на милость победителю, то вы таких людей найдете. И как-то даже, ну то есть люди, которые два года там сидели и убеждали о том, что... Понимаете, что нелинейная здесь война. Понятно, что все же говорили, я же говорю, Марк Милли, это пятизвездочный, по-моему, американский генерал, который руководитель этого объединенного штаба этих был. Он говорил, что если Россия нападает в 22-м году на Украину полномасштабно, то Киев продержится там, ну, имеется в виду, Украина продержится две-три недели. Это говорил не какой-то, это говорил реальный пятизвездочный генерал с огромным наличием информации. По-моему, мы, как украинцы, показали уже, что хрен тут дело в количестве, понимаете? Что ни в чуя тут дело не в количестве. Нам сейчас, ребята, нам сейчас что надо, не обращайте внимание на вот это, то, что он пытается уши лить. Это, наоборот, должно как-то... Меня, например, это очень даже порадовало, потому что, смотрите, я уже сталкивался с таким, когда начали одновременно из разных источников, даже у меня, он со мной в подразделении тоже отошник, такой же, как и я, чудак 14-го года служил, воевал. Он, правда, 80-й, а не в 92-й бригаде уже был. Так вот, он мне вдруг начал, когда дали нам пакет этот 61 миллиард, я такой радостный, веселый, блин, а, наконец-то, 7 месяцев мы ждали, наконец-то, нам это оружие будет приходить. И тут начинают писать мне в комментариях, а эти ж снаряды, украинцы, типа, полетят по нашим мирным, нашим городам, там, типа, ну, блин, как мы выбивать будем россиян из наших оккупированных городов. Я был в шоке, думаю, что за дебилы? А потом мне говорит, нафиг мой этот сослуживец, блин, нафиг, что говорит, а что же это ж мы теперь будем стрелять? То есть это люди из одного источника, им говно в уши льют, из какого-то, понимаете, такого прорашистского, который тонко так на этими самыми, блин, давайте пожалеем, оставим этих 3 миллиона, 5 миллионов оккупированных украинцев, которые сейчас там убивают, блин, ставят в строй, блин, и гонят на нас, блин, афиг, чтобы нас убивали. Что я хотел еще сказать? То есть это все, раз такое делается, значит, это уже, ну, последний способ, понимаете? Последний довод королей, блин, это про другое говорится. Но по факту, когда вот на Харьков они поперешься, я такой думаю, какого хрена, ну, это шиза, у них есть, там, в очередь она расширять надо, ну, прорыв их, туда бы надо было все силы бросить, чтобы развить этот успех. А они лбом в стену на Харьков пошли, ну, я же говорю, там, где 92-я, там, где Кракен, это просто взять и себе кишки, ну, сипуку просто публично сделать себе, не понимал, нафига. И куча сразу ботов, я же говорю, столько мне налетело, у меня, я же говорю, у меня на Ютубе 13 лет канала, я в жизни столько ботов не видел, не столько просмотров, сколько ботов, блин, нафиг вот это пишет, писала тогда про Харьков. Все, мы Харьков взяли, там, взяли. Какой сегодня 16-й день эпического наступления? До липцев не дошли. Это самое. Что я хотел сказать? Смотрите, ребята, нам сейчас надо, если кто-то как-то влияет на что-то, владеет какой-то ситуацией, ну, то есть на кого-то может производить, важно сейчас даже не личный состав набирать, потому что я сегодня смотрел, блин, нафиг, какой-то тип тоже, типа, украинец, там, с западной Украины, и он вроде такой весь проукраинский, и он рассказывает, и повестки ему не такие, и ТСК ведет себя не так. Да это все понятно, что и ТСК, блин, нафиг, и все остальное, блин, нафиг. Мне о том надо сейчас думать, надо думать о том, чем ты можешь помочь, блин, нафиг, в этой ситуации. А помочь можно чем? Сейчас важнее куда личного состава, куда важнее, чем призы в армию, это, блин, вооружение. Вы посмотрите, это божественное зрелище, когда вчера, блин, прилетела одна кассета, Атакамса прилетела, накрыла три пусковых установки МОСПИНа, МОСПИНа, наконец-то, аллилуйя, запомнил. Под МОСПИНа прилетела, посмотрите, видео есть. Под МОСПИНа прилетели три пусковые установки, блин, нафиг С-400, блин, расхренячило, и радар расхренячило одной кассетой, которая покрывает, я же говорю, 7 площадей, 7-8 площадей красных площадей, ну, красная площадь, представляете, масштаб площади, вот там, по телеку хотя бы, видели, Я в Москве никогда не был, но представляете себе, да, вот площадь одной красной, однако это Атакан покрывает 7 красных площадей разрывом, уничтожает там нахрен все. Вот это нам нужно, ребятки, нам нужны Брэдли, нам нужны, то есть, давите на Зеленского, там, на кого, кто ближе к нему, там, на каких-то дипломатов. Сейчас дипломаты могут сделать куда больше, чем военные. Сейчас, понимаете, сейчас военный, сейчас имеет значение, умеет ли он дроном владеть, там, понимаете, там, например, с меня там 50-летний, уже толку, блин, как дроновод я, ну, какой с меня дроновод, да. То есть, нам нужны обученные, мне важно сейчас количество, нужны вооружения хорошие, там, вот эти Хаммерсы, вот это, что сейчас нам Америка дает, спасибо, 250 миллионов дополнительно дает. На это надо давить, не на то, что больше личного состава, не смотреть на то, что россиян больше, нафиг, вы понимаете, блин, нафиг больше, ну, мало ли, вьетнамцев тоже, блин, было куда меньше, чем китайцев, китайцам наваляли, вьетнамцы, блин, и все нормально, понимаете, я там про 300 спартанцев не буду разговаривать, да, то есть, все понимают аналогию, то есть, умения, навыки, это хорошо, количество хорошо, но оружие, блин, нафиг, всегда лучше. Атакамсы, Брэдли, вот на это надо давить, вот, чтобы Финляндия, там, Норвегия, все, спасибо мне, с Роттердама, там, пишет человек в комментариях, пожалуйста, там, если на свое правительство как-то можете, вот это важно, вот это важно, оружие хорошее, современное, точное, которое бьет, снаряды, которые прилетают, не так, как вот это, а то пугают, я не знаю, выдергивают, не слушайте никого, нам сейчас важнее получать оружие, даем на то, что оно поступает, все хорошо, спасибо, блин, нафиг, как бы, оно, дело идет, не паникуйте, все отлично, видите, я же делал со второго обряда, сейчас кромсает там, блин, этих, как бы так не материться, чтобы в эфире, ну, в общем, ребят, не паникуйте, все будет хорошо, радар этот, дальнего, за горизонтный радар раскринячили, в Воронеж, который называется, который в Краснодон, Краснодарском крае, вы слышали об этом, это важнее, чем, блин, 20 самолетов сбить, пацаны, если вы не понимаете, так это уже второй такой, вырезается постепенно этими атакамцами, блин, нафиг, все ПВО российское, сейчас зайдут сюда и в 16, ребята, блин, по красоте так пойдет, блин, нафиг, какие там, блин, мобилизации, мы же не штыковую друг на друга ходим, серьезно, блин, атакамцы, разведчики, вот эти, аваксы, там, все, вот это на это надо давить, поэтому беспокоятся, а не о том, что там личного состава не хватает, ну, не хватает, ни на одной войне не хватает, и россиянам сейчас не хватает, хотя их там пятеро больше, чем нас, все будут в Украине, не паникуйте.